Привет, братцы! Вы на канале AndroNews. И сегодня у нас будет, ну, не то чтобы эксклюзив, но первое русскоязычное видео с этим смартфоном на YouTube. Речь идёт о модели Galaxy A70, которую показали на прошлой неделе. И, если честно, я считаю эту модель самой перспективной среди всех последних Galaxy A. И в этом видео я расскажу и покажу, почему. Начнём. Но сначала наловите внеочередную новость о том, что викинги снова запустили свой грандиозный розыгрыш призов. А именно, два комплекта PlayStation 4 Pro с VR-гарнитурами и главный приз MacBook Pro. Викинги — это качественная мобильная игра, которая понравится всем любителям классики 90-х. Развивайте свои земли и завоёвывайте чужие. Как мне кажется, получилось довольно атмосферно. А чтобы принять участие в розыгрыше игровых комплектов, достаточно скачать игру по ссылке в описании и дойти до 10-го уровня дворца. Ну а чтобы побороться за MacBook, нужно до конца этого месяца достигнуть самого высокого уровня среди остальных участников розыгрыша. Сам розыгрыш состоится 3-го мая. Качайте игру именно по моей ссылке в описании и тогда, помимо всего прочего, вы ещё бонусом получите 200 голды и бесплатный щит. Желаю вам удачи. Начнём с внешнего вида. И, ребят, тут будет быстро, потому что в своей новой линейке Galaxy A Samsung решили особо не заморачиваться ни над материалами корпуса, ни над дизайном в целом. Все их смартфоны выглядят одинаково. Отличия только в габаритах, количестве камер и расположении у сканера отпечатков. Корпус уже, наверное, по традиции из пластика. Но, справедливости ради, дешманским аппарат не ощущается. Последнее время производители смартфонов научились делать пластик под стекло, так что хрен поймёшь, пока что не посмотришь на спеки на официальном сайте, либо же не поцарапаешь его ножом. Так, что ещё? Лоток для сим-карт здесь полноценный, то есть можно установить и карту памяти, и две сим-карты. Это при том, что аппарат выпускается только в одной модификации, 6128. На мой взгляд, круто. Теперь самое интересное, что касается его внешнего вида. Это габариты. Высота у данного аппарата немного больше стандартного. Вот как он выглядит рядом с Galaxy A50, Galaxy A30 и Redmi Note 7. Не то чтобы это фаблет, но экран у него немного больше остальных. Да, реализация немного другая, ведь тут соотношение сторон 19,5 к 9. Одним словом, колбаса. Обращаю внимание на толщину рамок. В этом плане A70 не уступает флагманам Galaxy S10 и Galaxy S10+. Согласитесь, его лицевая панель выглядит вполне эффектно. Сам экран, как и во всех последних галактиках, получил матрицу Super AMOLED с разрешением Full HD+, и всеми вытекающими функциями, по типу Always-On-Display. В экран встроен сканер отпечатков. Работает он, как и в Galaxy A50. Пользоваться можно, но он не мега-быстрый. Изюминкой этого аппарата является аккумулятор, и его ёмкость составляет 4500 мАч. Мне ещё предстоит провести долгий тест, но за пару дней эксплуатации я кое-что успел понять. Мне полного заряда хватило на полтора дня, но вы должны понимать, что это был нещадящий режим, то есть я играл в игры, юзал камеру и так далее. Уверен, что при умеренном использовании полного заряда легко хватит на два дня, и это при включенной функции Always-On. Короче, в этом плане всё окей, но детальные цифры я вам покажу немножечко позже. Я думаю, что такой результат отчасти достигается за счёт нового процессора от Qualcomm. В данном случае это Snapdragon 675. Уверен, что для многих это название ничего не скажет, просто вот так вот, чтобы коротко и понятно, это офигенный чип для смартфонов немного выше среднего уровня. Система не тормозит. Вы сами посмотрите, как работает интерфейс, анимация. На мой взгляд, в этом плане полный порядок. Ну и немного инфы для игроманов. В PUBG можно смело играть, на пресете настроек максимум. Ультра выбрать не даёт. Но я считаю, что и этого хватает с головой. Спустя полчаса игры троттинга я не заметил. С нагревом тоже всё ок. Короче, для игры этот аппарат вполне себе подходит. И показывает себя лучше, нежели Galaxy A50. Вы об этом не спрашивали на моей странице в Инстаграме. Вот, отвечаю. Здесь же отвечу по поводу мультимедийного динамика. Он здесь играет в точности так же, как на Galaxy A50. То есть, уровень средний, ничего особенного, но и не полная Г. Теперь пару слов об интерфейсе и дополнительных фишках. Из коробки здесь девятая версия Android. Оболочка всё та же, One UI. NFC имеется, Google Pay работает, плюс обращаю внимание на быструю 25-ваттную зарядку по проводам. Ну и как же без камеры? Я их специально оставил на закуску. Фронталка тут на 32 мегапикселя. Основная также на 32. Плюс помогательные модули, один из которых широкоугольный. Сравнение я предлагаю сделать с Galaxy A50, который на ступеньку ниже, чем A70, и с OnePlus 6, который стоит тех же денег, что и A70. Делаем это для того, чтобы понимать, на что в принципе способен этот смартфон. Днём A70 снимает немного лучше, чем A50, но хуже, чем OnePlus. Это что касается детализации. В условиях недостаточной освещенности A70 сливает OnePlus и в целом показывает уровень плюс-минус, как и A50. Но, возможно, тут дело в софте, потому что образец у меня ранний. По фронталке у A70 детализация немного лучше, чем у A50, но какая-то беда с цветопередачей. На OnePlus у вас дикий переконтраст. На мой взгляд, мимо. Наконец-то появилась возможность записывать видео в 4К без стороннего софта. Качество картинки неплохое, но автофокус по-прежнему медленный и нет стабилизации. В общем, аппарат снимает немного лучше, чем A50. Вот насколько он дороже стоит, настолько лучше и снимает. Разница несущественная. В принципе, можно подводить итоги. Что мне понравилось в этом смартфоне? Первое. Крутой дисплей. Второе. Время автономной работы. И третье. отличная производительность. Что не понравилось? По сути, минус только один. Это завышенная стоимость. Я понимаю, что это розница в наших странах. И тем не менее, на мой взгляд, нормальный прайс был бы хотя бы баксом на 70 дешевле. Я уже не беру во внимание тот факт, что за эти же деньги можно купить, допустим, OnePlus 6 и сделать это внутри вашей страны. Либо же заказать Xiaomi Mi 8 напрямую из Китая, при этом сэкономить и получить устройство, которое по технической части будет лучше. Друзья, даже учитывая прайс, я считаю, что Samsung двигается в правильном направлении. Вот вы сами посудите, раньше они выпускали полный шлак и он стоил дороже. Сейчас эти смартфоны стоят дешевле и они лучше, чем те, которые Samsung выпускали ранее. Я считаю, что это позитивная тенденция. В любом случае, эти устройства, они не рассчитаны для тех, кто покупает Xiaomi. Там совсем другая аудитория. Скорее всего, корейцы борются с Honor и я считаю, что они себя показывают вполне достойными. Это было мое мнение, свое вы сможете написать в комментариях. У меня все. Не забывайте ставить пальцы вверх, делиться этим видео со своими друзьями, подписываться на канал и да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова